Вместе с родными и близкими триумфу Абдул-Рашида Садулаева радовались и тысячи дагестанцев. О том, как праздновали победу олимпийского чемпиона на родине, рассказывает Руслан Касумов. Проход за спину, накат и пять победных баллов. Рашид Садулаев, используя фирменный прием, становится олимпийским чемпионом. Это уже не первая, но самая главная золотая медаль в его жизни. Родном ауле олимпийского чемпиона сотни людей у экранов телевизора. Во дворе родители Абдул-Рашида. Теснятся родные, близкие и почти все село. Напряженно наблюдают за схваткой земляка с турецким спортсменом. Волнение болельщиков спадает после того, как судья объявил победу нашего борца. Кто-то аплодирует и восторженно кричит «Рашид чемпион». Другие танцуют лесгинку. На радостях отца Рашида Садулаева подбрасывают в воздух. Такой праздник в Дагестане, пожалуй, устраивают разве что на свадебных торжествах. Я, как мать, никогда не думала, что он на вершину Олимпиады поднимется. Но мечта Рашида сбылась. Действительно, понервничали. Сегодня все прошло. Ну, молодец, Рашид. Русский танк. Именно так прозвали Абдул-Рашида Садулаева. Два года он не знал себе равных и не имел поражения. На стене дома родственники в шутку даже нарисовали стенд. Новый вид бронемашины Т-86. Но оказалось, что в спорте, как и в вооружении, наши танки не имеют себе равных. Чтобы стать чемпионом, это не за один день, не за один год. Это работа годами. Можно сказать, он с 7-8 лет занимался спортом. Учился. Учился тоже неплохо. Очень хорошо учился. Без труда, ну, конечно, такие успехи он не достиг будет. Весь Дагестан с нетерпением ждет возвращения Абдул-Рашида Садулаева на родину. Празднование в селе продолжалось всю ночь. Вместе с родными и близкими триумфу Рашида Садулаева радовались и тысячи дагестанцев. Еще бы, ведь он один из первых, кто на этой Олимпиаде взял золотую медаль по вольной борьбе. Руслан Казунов, Алекс Алихов, Велимир Магомедов. Время новостей.